Друзья, всем привет! Меня зовут Наталья Носова, мы с вами на детском канале Дарвиновского музея, и я отвечаю на ваши вопросы. Сегодня я отвечу на вопрос одного из наших постоянных зрителей и слушателей Алексея Алексеева. Я хочу очень его поблагодарить, потому что он какой-то неисчерпаемый источник интересных вопросов, на которые всегда интересно снимать видео. И сегодня я отвечу на один из его вопросов, касающихся полета бабочки. Алексей просил рассказать об энергоэффективном полете бабочек и вообще о том, как этот полет может происходить. Долгое время полет бабочек оставался для ученых загадкой. Посмотрите, огромные крылья, которые при таком маленьком размере тела и при таком маленьком весе, кажутся очень сильно избыточными. И не совсем понятно, как, собственно говоря, бабочка может создавать подъемную силу при помощи таких крыльев, и как она, в принципе, может летать. Но, оказывается, может, и даже очень неплохо. А некоторые бабочки даже могут устанавливать настоящие рекорды полета. Действительно, крылья очень большие. Мы помним, что бабочки относятся к чешую крылом, поскольку их крылья покрыты маленькими чешуйками хитиновыми. Собственно говоря, крылья состоят из хитина, как и наружный скелет этого животного. Хитин, он, с одной стороны, легкий, с другой стороны, прочный. В отличие от крыльев, например, птицы, в крыльях бабочки нет ни сухожилий, ни мышц. И, собственно говоря, возникает вопрос, а как вообще бабочка тогда, не имея мышц, может этими крылышками взмахивать? Да, действительно, в крыльях мышц нет, но при этом мышцы есть в грудном отделе бабочки. И чтобы двигать своими крыльями, бабочка периодически то сжимает, то разжимает свое туловище таким образом, то приподнимая, то опуская крылья. И делать она может это очень и очень эффективно. Чтобы изучить аэродинамику полета бабочки, ее даже помещали специально в аэродинамическую трубу и смотрели, что же будет происходить. Есть также замедленные съемки полета бабочки, которые дают нам возможность понять, а какие движения крыльев происходят, собственно говоря, в полете. Когда бабочка взмахивает крыльями, она взмахивает ими вверх, касаясь передними краями крыльев друг друга у себя над головой. Но поскольку крылья у нее довольно гибкие, то они не поднимаются плашмя просто какими-то неподвижными частями. Они при этом изгибаются, и над бабочкой получается такое своеобразное, как чаша, в которой скапливается довольно большое количество воздуха. Затем бабочка опускает крылья, создавая у себя над головой такую зону пониженного давления. Еще, если посмотреть эти движения крыльев, они напоминают восьмерку. Такие движения крыльев позволяют бабочке довольно эффективно продвигаться вперед. Часто, особенно если мы говорим о дневных бабочках, у них полет порхающий, и создается впечатление, что он такой неуклюжий несколько. Такое ощущение, что бабочка не может лететь в нужном направлении, и ее туда-сюда мотыляет. Но на самом деле такой полет оказывается очень выгодным для бабочки, поскольку летает она, как правило, не очень быстро, и такой полет делает траекторию бабочки непредсказуемой и, соответственно, помогает ей уберечься от хищников во время полета. Схватить бабочку, оказывается, например, какой-нибудь насекомоядной птице на лету не так-то уж и просто. Обычно дневные бабочки летают со скоростью около 10 км в час. Скорость не очень большая. Но есть среди бабочек и настоящие рекордсмены полетов, и, пожалуй, здесь стоит сказать про бражников. Бражники совершенно удивительные создания. Это бабочки, которые летают со скоростью, представьте, до 54 км в час. Это бабочки, которые умеют зависать в воздухе, примерно так, как это делают калибри. И так же, как калибри, они могут летать задом наперед. И действительно, их часто путают с калибри, потому что бабочки довольно крупные. У них, в отличие от большинства других хорошо нам знакомых бабочек, крылья узкие, тело довольно массивное, тяжелое и мохнатое. Еще у них длинный хоботок. И вот из-за такой необычной анатомии эти бабочки не садятся на цветок, а они питаются прямо в полете. Они зависают над цветком и своим длинным хоботком пьют нектар. И часто бывают такие рассказы, ой, я тут недавно в Подмосковье на даче видел калибри. Именно с калибри путают этих замечательных бабочек, обладающих вот такими вот прекрасными качествами полетными. Но, как я уже сказала, все-таки в среднем скорость бабочек гораздо меньше. Опять-таки скорость бабочки, ее полета зависит и от целей полета. Если бабочка, например, ищет какие-то пищевые объекты, цветы, конечно, ей нет смысла летать быстро. И совсем другое дело, если, например, бабочка мигрирует. Ей необходимо преодолеть, бывает, довольно большие расстояния. И, конечно, в этом случае ей важна и скорость полета тоже. Теперь о высоте полета. Есть бабочки, которые летают где-то прямо у поверхности земли. Но это, например, такие бабочки, которые живут в высокогорьях, и называются эти бабочки Аполлоны. Они, как правило, не поднимаются от земли выше, чем на высоту 20-30 сантиметров. Ну и, кстати говоря, о высокогорьях бабочки вообще-то встречаются до высоты 4-5 тысяч метров. Ну, например, где-то в горах Непала. На таких больших высотах они живут и встречаются, собственно говоря, со всеми теми трудностями, с которыми встречаются и другие высокогорные животные. Ну, в частности, например, низкое содержание кислорода в воздухе. Но даже бабочки, которые живут не в горах, а живут на равнинных местностях, иногда бывают встречены на довольно большой высоте. Ну, например, бабочки-монархи во время своих миграций они залетают на высоту более трех километров. При такой высоте им проще поддерживать достаточно быстрый постоянный полет. Там меньше различных опасностей их поджидают. И, собственно говоря, для миграции как раз вот такие большие высоты, они оказываются наиболее эффективными и удачными. Ну и, конечно, о миграциях бабочек хочется сказать немножко больше, потому что это действительно удивительное совершенно явление природное. И, пожалуй, как раз бабочки-монархи, относятся они к роду донаиды, это самый известный и самый яркий пример миграции, ну, по крайней мере, сухопутных беспозвоночных животных. Ну, их природный ареал находится в Северной Америке. И живут они в Северной Америке довольно в высоких широтах, могут обитать вплоть до Канады. И вот из этих широт в конце августа, когда начинает холодать потихоньку и сокращается продолжительность светового дня, они начинают мигрировать на юг. Мигрируют они во Флориду, на юг Калифорнии или в Мексику. При этом, представьте, бабочки пролетают расстояние до 4 тысяч километров. То есть лететь им приходится довольно долго, довольно много, а потом еще лететь в обратную сторону, когда закончится зима. И вот интересно, что ни одна отдельно взятая бабочка-монарх не совершает этого путешествия целиком. Как же все происходит? Когда заканчивается лето, рождается последняя генерация бабочек-монархов, которую часто называют суперпоколением. Вылупляются бабочки, которые крупнее, чем обычно бабочки-монархи, которые живут в течение лета. Они большие, соответственно, у них крупные крылья. А крупные крылья дают им преимущество при таких длительных перелетах. И вот это суперпоколение бабочек, которое не только больше по размеру, самое, пожалуй, удивительное, что это самое долгоживущее поколение бабочек. Обычно в природе эти бабочки живут где-то от 2 до 6 недель максимум. А вот это суперпоколение монархов живет порядка 8 месяцев. Представляете? Это все равно, что если бы люди, например, жили вместо 80 лет в 640, трудно даже себе такое представить. Правда, это поколение, его основная цель не приступить к размножению и оставить потомство, а основная цель совершить миграцию. И вот эти супермонархи, супербабочки, они летят из северных широт в Мексику или южные районы Флориды и Калифорнии. И там они зимуют. А зимуют они, подвешиваясь на деревьях в огромных количествах. Буквально все ветки деревьев, облепленные этими бабочками, это совершенно фантастическое зрелище. В этой миграции принимают участие порядка 50 миллионов особей. Можете себе представить. В это время, например, в Мексике, в национальный парк, в котором зимует большое количество бабочек-монархов, выглядит просто необыкновенно. Не видно стволов и листьев практически, и все деревья обвешаны огромным количеством бабочек. Бабочки впадают в такое состояние именно паузы. То есть они повисают, держась лапками за ветки деревьев, и практически висят недвижно. Лишь, может быть, иногда они могут немножко подвигаться крылышками для того, чтобы, может быть, немножко согреться, или, может быть, просто для того, чтобы как-то лучше себя чувствовать. И это длится довольно долгое время. Но когда наступает весна, наступает пора бабочкам проделать обратный путь, они пробуждаются к жизни, при этом они должны согреться. Полет – это такое энергозатратное мероприятие, и, соответственно, бабочка должна согреть свое тело, чтобы мышцы привести в рабочее состояние. Для этого бабочка начинает мелко-мелко-мелко трепыхать крылышками. Такое впечатление, что она дрожит. Чтобы бабочка взлетела, ее температура должна быть не меньше 27 градусов. И дальше бабочки отправляются в обратный путь, и вот на протяжении своего обратного пути сменяются несколько поколений монархов. То есть та бабочка, которая зимовала, она не долетает обратно на свою родину. Она пролетает какое-то небольшое расстояние. Самки откладывают яйца на кормовых растениях. А кормовые растения, кстати говоря, листья кормовых растений содержат ядовитые вещества. Собственно говоря, именно поэтому и бабочки, и гусеницы донаиды, они ядовиты, и их, как правило, не поедают различные животные. Ну и вот такая яркая окраска бабочек монархов, она тоже является таким предупреждением, что не надо меня есть, ничего хорошего из этого не будет. Так вот, несколько поколений сменяются и прилетают на родину, ну допустим, там в северные штаты США или в Канаду, уже пра-пра-пра-правнуки тех самых бабочек, которые зимовали в Мексике. Очень сложное поведение, и вообще возникает вопрос, как такое сложное поведение может управляться таким маленьким, беспозвоночным животным, у которого мозг размером с куджутное семечко. И тем не менее это так. У животного существует вот такое действительно очень необычное поведение. Совершенно очевидно, что это генетически запрограммировано. То есть одна бабочка не рассказывает другой, куда ей впоследствии лететь. Это происходит совершенно таким естественным путем. И у бабочек существует очень сложная система ориентации. Конечно, они ориентируются, когда днем летят, и по положению солнца. Кроме того, даже когда солнце не видно из-за туч, они хорошо видят поляризованный свет, который им помогает понять расположение солнца на горизонте. Ну и кроме того, у них есть такой своеобразный встроенный компас. И они могут ориентироваться еще и на магнитное поле Земли. Но если вы думаете, что миграции совершают только бабочки-монархи, то вы ошибаетесь. На самом деле известно 250 видов бабочек, совершающих миграции. В том числе миграции совершают и хорошо знакомые нам бабочки, которые живут на территории нашей страны. Есть такая бабочка, называется она репейница. Она довольно яркая и красивая. И репейницы встречаются иногда в довольно высоких широтах. Ну, в тундре, например, они могут встретиться нам. А при этом зимуют бабочки. Представьте себе, в Северной Африке. И они совершают миграции тоже в течение года, если взять целиком это расстояние туда и обратно, до 12 тысяч километров. Считается, что это самая продолжительная все-таки миграция. Недавно было выяснено, что действительно они проделывают такой огромный путь. И вот когда ранней весной у нас появляются в наших городах или в лесах появляются репейницы, то нередко мы можем с вами наблюдать, что их крылья очень сильно обтрепаны. Почему? Вероятно, это те самые бабочки, которые как раз вернулись из длительного путешествия, которое привело их крылья, может быть, не в такой уже хороший вид. Так что, видите, все удивительное не обязательно находятся где-то далеко. Есть совершенно удивительные животные, делающие потрясающие вещи, которые живут прям совершенно рядом с нами. Ну что ж, пожалуй, про бабочек сегодня все. Еще раз спасибо Алексею за интересные вопросы. И вы, друзья, тоже не стесняйтесь, пишите в комментариях свои вопросы о различных животных или, может быть, просто пишите, о каких животных вам хотелось бы услышать. А мы с вами сегодня находимся на крыше выставочного комплекса Дарвинского музея. Здесь проходит замечательная выставка «Москва. Средообитание». Она еще пока идет, и у вас есть возможность с ней познакомиться. Так что милости просим к нам в музей. И всем всего хорошего. Ну я сейчас что-нибудь обязательно забуду. Что-нибудь самое интересное и нужное. Девочку, Даш, что-то вы прошли. Иди, я тут девочка. Идти, я тут девочку. Спасибо.